Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Правящий альянс проголосовал за запрет российских телепередач в Молдове. Законопроект, направленный якобы на повышение информационной безопасности нашей страны, предполагает запрет на показ на телеканалах Молдовы выпусков новостей, аналитических передач и программ военного характера, выпущенных в тех странах, которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании. Это в первую очередь относится к Российской Федерации. Как это отразится на взаимоотношениях Молдовы и России? Что общего у скандального законопроекта и информационной безопасности? Об этом не только поговорим с депутатом парламента, главой комиссии по правам человека и межэтническим отношениям. Владимиром Суркановым, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот сразу такой вопрос в лоб. На ваш взгляд, какова цель этого документа, какую цель преследовали демократы, продвигая идею этого законопроекта и продвигая сам законопроект на этом пленарном заседании парламента? Ну, тогда с оценкой этого законопроекта мы пока чуть попозже. А цель, она, в общем-то, как бы видна всем. Я уверен, что и те, которые поддержали этот проект, и те, которые, естественно, и то население, прежде всего, которое с размещением относится к этому проекту, прекрасно понимают, что цель была одна. А именно, максимально ограничить доступ граждан Республики Молдова к источникам информации, которые не нравятся сегодняшней власти. Это первое. Второе. Цель – это выполнить заказ. Ведь всем понятно, что это абсолютно заказной законопроект. Заказ извне, заказ тех, у кого сегодня в гостях находится, кстати говоря, руководство Демпартии. Как-то так совпало. Это, ну, мы же люди взрослые и люди достаточно понятливые. Даже я уверен, что тем маленьким детишкам у них возникнет вопрос, а почему вдруг одновременно произошло то, что произошло. Понятно. Причем тот скоростной режим, с которым был утвержден… В двух чтениях сразу. Смотрите, Хатиняна, который представлял законопроект, как того, чем… Ну, он вообще не смог ответить, допустим, на наши вопросы. Я в частности ему задавал вопросы. А как же Конституция, которая четко регламентирует, что деятельность, функционирование парламента предусмотрена регламентом, то есть законом? А в законе четко говорится тоже, после первого чтения минимум 10 дней необходимо сделать, если есть какие-то предложения, дополнения к этому проекту. И мы об этом говорили. У нас есть конкретные замечания, конкретные предложения по уточнению, по изменению, исключению каких-то частей из этого закона. Я, насколько помню, Ваша фракция предлагала вообще снять голосование. Ну, это в самом начале вообще снять. А уже поскольку, значит, вступили в стадию обсуждения, вот в частности мы об этом говорили. Дайте, не ограничивайте депутата в праве внести, потому что это его право, конституционное право внести какие-то конкретные предложения. И тем более, что эти предложения были абсолютно аргументированы. Но, я еще раз говорю, заказной характер этого закона, то есть цель выслужиться, прогнуться, не знаю, как там еще люди пусть там называют по-другому эти телодвижения, которые сегодня осуществили демократы перед заказчиками этого проекта. И поэтому в таком скоростном, быстром режиме, несмотря ни на права человека, ни на права граждан, ни на свободные средства массовой информации, даже несмотря на негативные заключения европейских структур. Вот те нарушения, о которых Вы говорили, такая скорость принятия этого закона, лягут в основу? Послужит ли, ну не знаю, вот инициирование того, чтобы это можно было бы, например, как-то протестовать? Ну, мы, конечно, будем протестовывать этот закон и по существу, и по процедуре. То, о чем мы сейчас говорили. Ну, а протестовывать мы можем его только в Конституционный суд. А наш Конституционный суд, мы знаем, какой. Да, уже понятно. Поэтому можно предполагать, какое может быть решение Конституционного суда, который в данном случае абсолютно не обратит внимания на то, что нарушены целый ряд рекомендаций, значит, высказанных и деклараций, высказанных Советом Европы. Не возьмет во внимание и заключение экспертов, ОБСЕ в частности. Но, тем не менее, мы сделаем все, что возможно и необходимо для того, чтобы все-таки остановить этот беспредел. Ну, в отношении оценок этого закона, вот как вы думаете, какое окажет он влияние на взаимоотношения наших стран, Молдовы и России? Какова может быть, какой возможно, или, если, конечно, возможно, такой прогноз от реакции Российской Федерации на такой законопроект? Ну, реакция, в частности, России, я говорю в частности, потому что самое интересное, что этим законопроектом затронуты будут отношения с целым ряд государств. Не только с Россией, да. То есть, фактически, этот закон может привести даже к определенному, ну, если хотите, дипломатическому скандалу. Но об этом чуть попозже. Что касается Российской Федерации, ну, конечно, реакция будет негативная, конечно, реакция будет жесткая и совершенно справедливая в этом смысле. Но в какой степени это отразится на нашем населении, на наших людях? Я уверен, что никаких политических решений, направленных на ущемление интересов наших экономических агентов, на ущемление прав наших граждан, которые находятся на работе в Российской Федерации. Я уверен, что разумное совершенно руководство России, которое сегодня есть у власти, оно этого просто не допустить, на это не пойдет. Но провокация в этом смысле стороны правящего большинства Молдови, естественно, налицо и она видна. Кто пострадает больше? Давайте так будем еще говорить. Средства массовой информации России? Россия или Молдова? Или население граждани Молдовы? Я считаю, что, конечно, больше всего пострадают население Молдовы. Потому что, ну, вы знаете, такое впечатление, что есть желание, оно видно по итогам этого голосования сегодняшнего, что правящее большинство хочет запереть население, мнение, умы людей в темную комнату, без окна, без дверей, где нет доступа, кислородного доступа, в этом смысле информационного доступа, и будут получать абсолютно дозированную, абсолютно стерильную, абсолютно отфильтрованную, но в то же время абсолютно пропагандистскую, абсолютно дезинформационную и абсолютно манипулирующую информацию благодаря этому закону. Вот что в конечном итоге произойдет, в конечном итоге население будет зажато. Вот хороший образ вы, так сказать, применили. Я сразу почему-то, может не почему-то, но вспомнил пример Украины. Там тоже стали активно бороться с влиянием российского медийного пространства, информационного пространства, запретили все возможные и невозможные российские каналы. И какого-то определенного, может быть, успеха нынешняя украинская власть в этом смысле даже добилась. Потому что вот по опросам, по общению с украинцами или с теми людьми, которые там проживают, может быть, неукраинской национальности, сдвиг в восприятии реалий, он произошел. Но мы живем в 21 веке, об этом забывать, мне кажется, невозможно. И так тем или иным образом информация поступает тому, кто ищет, кто ищет другое мнение, кто ищет альтернативу, кто ищет возможность узнать взгляд на то или иное событие с другой стороны. Потому что ведь даже если нас замыкает в этом информационном пространстве, возникает вопрос, а что думают другие, что думают те, о которых мы сегодня говорим? Вот мы сегодня говорим, например, о запрете российских каналов, которые несут, ну вот как-то было сказано, там информационно-аналитический продукт или там продукт военного назначения. Вот что думают те, кто готовят этот информационно-аналитический продукт? Почему? Потому что ведь в принципе они ведь полагают, что их, я не праве это предположить, их работу оценивают и видят даже сограждане, живущие в Молдове. А у нас есть определенная статистика, сколько живет в Молдове граждан Российской Федерации. Это ведь не только левый берег Мистра. Ведь во время, и мы, наверное, в следующем году увидим, как в посольство потянутся люди, которые будут голосовать во время президентских выборов в России. Мы реально увидим, сколько существует людей, которые работают здесь, либо приняли российское гражданство. И получается, что это бьет и по, ну вот знаете, ну ладно, своих, тут еще и чужих замешали, тут еще пытаемся закрыть государство в информационном котле. И я, честно говоря, кроме как, ну знаете, как бы абсурдности, в всем этом не вижу. Да, есть, наверное, какая-то политическая цепь, ну та, о которой вы говорите. Да, нужно прогнуться перед внешними партнерами, нужно показать, смотрите, мы делаем все возможное. И невозможное. Но насколько это, на ваш взгляд, все-таки закроет и не изменит формирование мышления молдавского зрителя, того, кто принимает, получает эту информацию и на основе этой информации начинает, в общем-то, жить, действовать и принимать решения? Вы использовали очень правильное, я думаю, выражение абсурдность. Абсурдность, я бы добавил еще, в общем-то, бесполезность подобного рода законодательного акта. Абсурдность, потому что, и бесполезность, потому что действительно в условиях 21 века, когда, ну, любой гражданин, он знает сегодня, что такое тарелка, да, условно выражает. Да, значит, подключился к сегодня возможностей, и рынок предоставляет сколько угодно, повесил себе приемное устройство, значит, или через интернет, и смотри все равно все, что ты хочешь. Слушай, все, что ты хочешь. И в этом, кстати, смысл того, что называется, ну, свобода, в том числе и доступ к информации. Человек должен иметь доступ к информации. Голосуешь кнопкой. Ну, мы уже, слава Богу, да, голосуй кнопкой. Мы же, слава Богу, уже, к счастью, прошли, я думал, что прошли, то время, когда были вот эти вот ночные прослушивания голоса Америки, немецкой волны и так далее, и так далее. Люди более старшего поколения помнят, что это такое, и вот сейчас, сейчас это уже не получится. Сегодня есть соцсети, сегодня есть интернет, сегодня есть уйма других возможностей, масса других возможностей, которые позволят все равно обеспечить доступ к этой информации. Более того, всем известно такое выражение, запретный плод всегда сладок, он притягивает. И обязательно, даже те, кто категорически не хочет слышать и слушать то, что будут вещать другие средства массовой информации из целого ряда государств, в том числе и российские, конечно, в первую очередь, то, что интересует наших граждан, они все равно будут периодически, а может быть даже и постоянно к этому подключаться, для того, чтобы понимать, им все равно это будет интересно. Поэтому в этом абсурдность и бесполезность этого законодательного акта. Другое дело, о чем мы говорили, что он политически опасен. Опасен, потому что он просто-напросто провоцирует, потому что он просто-напросто явно выражает свое, ну скажем так, неуважение, свое пренебрежение к своему народу. Те, кто сегодня проголосовал этот законопроект, они этим самым голосованием сказали, не ваше, извиняюсь за выражение, дело, что слушать и что смотреть. Мы будем определять, что вы будете слушать и смотреть. Вот что сказали те деятели, которые проголосовали. Кстати говоря, они боятся мнения народа. Знаете почему? Ведь мы поставили, фракция партии социалистов поставила вопрос, окей, вы все равно проголосуете, у вас все равно большинство голосов. Чего вы боитесь? Давайте поименно, чтобы потом никто из вас не вильнул в кусты, да нет, я болел, меня не было, я не знаю и так далее. Мы список этих 61 депутатов обязательно выставим через средства информации, через соцсети и пусть люди знают своих героев, тех, которые им хотят закрыть глаза повязкой, которые вставить хотят какие-то затычки в уши и так далее, и так далее. Поэтому это бесполезно абсолютно то, что сегодня было сделано. Ну вот ладно абсурдность, ладно политический какой-то, ну не ладно, но все-таки политический аспект. И вот вы затронули такую тему, дипломатический скандал может вызвать этот законопроект. Давайте расширим рамки. Что за этим всем скрывается в качестве дипломатического скандала? Посмотрите, что произошло сегодня? Этот закон называют, и кстати говоря, американцы тоже так его называют. И американцы выделили огромные деньги, речь идет о десятках миллионов долларов, выделенных Конгрессом США на борьбу, значит, или на контрпропаганду или антипропаганду России. Так они назвали этот даже законопроект. И кстати говоря, те, кто сегодня находится в Вашингтоне, руководство этим партией, я думаю, именно поэтому так быстренько туда побежали, чтобы заодно и протянуть руку, сказать, мы уже решили дайти нам денег. Я уверен, что это тоже, так сказать, в первую очередь этим обусловлено. Так вот, в этом законопроекте фактически установлен список государств, за исключением которых все остальные являются заранее теми, кто будут работать против Молдовы, кто будут нести антимолдавскую пропаганду, кто будут нести дезинформацию о ситуации в Молдове, кто будет манипулировать мнением народа. Потому что, смотрите, первое, разрешили кому вещать на Молдову этим законом Соединенным Штатам. Ну, понятно, кто девушку кормит, тот ее и танцует, это понятно. Дальше, Канада. Что имеет Канада к Молдове? Ну, понятно. Сателлиц США. Дальше, страны Евросоюза, причем в том числе они трактуют и те, кто не подписал, потому что дальше есть фраза и другие не подписавшие, точнее не ратифицирующие эту конвенцию об транснациональном информационном сотрудничестве. Но ведь в числе этих стран, которые не ратифицировали и не являются в полном смысле этого членами Совета Европы, есть, допустим, Исландия. Допустим. Значит, не подписали, не ратифицировали Голландия, Дания. Дальше. А что нам делать с теми партнерами, с экономическими партнерами, с которыми мы хотим не просто дружить, а хотим торговать с ними? Потому что мы прекрасно, я имею в виду, мы, это большинство, которое проголосовало, они прекрасно поняли, что наши товары не имеют сбыта в Европе. Срочно стали искать сбыт в странах Юго-Восточной Азии, в Китае, в Катаре, даже до Катара пытаемся добраться. Но эти страны тоже не будут иметь право вещать на Молдову. И они скажут. Стоп. Вы нас заранее причислили к врагам своим, тогда, ну, какого ляда мы будем с вами сотрудничать? У нас что, нет кого покупать товары? Будем покупать. Я уверен, что могут последовать определенные демарши дипломатические со стороны этих государств. Или, ну, та же самая Беларусь. Ведь она тоже попадает под этот запрет. Премьер-министр сейчас собирается ехать, значит, с визита в Белоруссию. И вот там, я уверен, спросят. Стоп. А что вы к нам приехали? Вы же не хотите. Вы же считаете нас своими врагами информационными. Информационными противниками. Вот почему мы и об этом сегодня говорили. Одумайтесь. Теперь говоря о списке этих стран. Ведь, смотрите, акцент поставлен на странах, которые являются источниками этой информации, то есть продюсеры этой информации. Но ведь все абсолютно европейские рекомендации, декларации и так далее, и так далее, они говорят о том, что нельзя абсолютно, допустим, членам Совета Европы, нельзя ни в коем случае ограничивать информационные поля, учитывая, с какой страны поступает эта информация. То есть, происхождение информации в данном случае не имеет значения. Имеет значение суть характера этой информации. Вот на это реагируете, создаете механизмы, но не на страны. А этот проект направлен против стран. Под прикрытием, что якобы и по сути. То есть, априори, не говоря уже о той же презумпции невиновности, считается, страна, которая не входит в этот список, она априори будет работать против Молдовы. Но это же чушь. Получается, мы таким образом добровольно окружили себя, если не говорить врагами, то противниками. Мало того, что наша внешняя политика государства абсолютно невзвешенная, непродуманная, даже нет концепции внешней политики, она создает проблемы внутренние. Так вот, этот законопроект еще и даст возможность нашим предполагаемым будущим потенциальным партнерам сказать, знаете что, или даже не сказать, а дипломатично промолчать и повернуться к нам спиной, подумав, да что с ними дело, они просто несерьезные. Мы им хотим помочь, открыть какую-то часть рынка, покупать у них товары, а они нас заранее причислили к своим врагам. Даже ведь рассказать, например, о каких-то экономических успехах, допустим, молдой белорусского значения, белорусам будет как-то, наверное, тоже неловко. Я знаю очень много экономических агентов, кто сегодня начали прекрасно работать с Китаем, очень много. Вот представьте себе, новостной канал китайский сообщает о том, что приехала делегация, или приехала какая-то группа молдавских бизнесменов, вот как их приняли, вот как прошла выставка, вот куда поставляют товары и так далее. Все это молдавский зритель не будет об этом знать. Не будет, потому что Китай попал под этот запрет. Ну, это еще раз о том, что мы называем абсурдностью этого закона. Ну, вот такой достаточно существенной поддержкой стало заявление президента страны Игоря Дедонова о том, что он не промульгирует этот законопроект. И вот в этой ситуации, ну, понятно, что это тоже какой-то редут, который будет спотыкаться правящее большинство. Но, так или иначе, мы понимаем, что вот эта круговерть, а ведь те, кто ретранслировал российские телеканалы, те, кто в своих информационно-аналитических программах использовал продукт тех государств, которые вот попали в этот черный список, не попав в белый, так или иначе, готовились или чувствовали, что нечто подобное, ну, в Молдове это все обсуждалось. Сами понимаем, что даже тот закон, который был принят накануне, о том, что, ну, об увеличении собственного производства, уменьшении, сокращении ретрансляции, объема трансляции, да, это как бы части одного пути. Хотя, опять же, как мы с вами говорили, зритель может выбрать сам, посредством кнопки. Что ему смотреть? Смотреть, у нас есть каналы, которые стопроцентные, а вот так кто? Есть телеканалы, где в той или иной степени больше или меньше собственного продукта, а больше продукта приобретаемого. И этим занимаются, наверное, все телеканалы мира, когда покупают сериалы, фильмы, вкладывают. Да, начните с известных BBC, CNN, да, Euronews. Сегодня абсолютное большинство граждан Молдовы смотрят новостной канал европейский, Euronews, абсолютно. И там очень часто есть новости российские, новости СНГ, новости, я не знаю, всех стран, которые попали под этот запрет этим законам. Что, их тоже надо запрещать? Или, допустим, ну вот представьте себе, это, кстати, тоже результат того, что этот закон не был продумать с точки зрения даже технологии его применения. Ну, к примеру, ваш канал проводит, имеет новостной блог. В нем вы можете спокойно ссылаться на новостной канал, который какую-то новость преподнес из числа тех стран, которые попали в запрет. Так что тогда решать? Ждать санкции или нет? Вот вопрос. Еще есть некоторые вещи абсолютно интересные. Вот посмотрите, ни в одном, ни в международном документе, декларации и так далее, ни в одной статье национального законодательства нет четкого определения понятия. А что такое пропаганда, дезинформация, которой манипулируется население вопреки именно, значит, интересам Молдовы? Нет нигде, ни одного понятия не дано. Кто будет определять, эта информация является пропагандой, дезинформацией или манипулированием? Нет в этом законе и в этих приложениях никакого механизма. Абсолютно. Вообще, самая абсурдность, знаете, в чем еще заключается? Они прошляпали, мы не стали об этом сейчас говорить, но мы в своем, кстати, в своих замечаниях мы хотели на это обратить внимание. Ведь в последней статье этого закона указано, вы думаете, кто будет реализовывать этот закон и исполнять его? Не Координационный Совет, а правительство. То есть, таким образом, к регулятору недоверия? Указано, что обеспечивать исполнение применения этого закона возлагается на правительство. А посредством какого механизма? Сам премьер-министр будет осматривать? Не знаю. Наверное, новую структуру каких-то советников создаст по мониторингу масс-медиа, я не знаю. Вопрос компетенции возникает сразу. Потому что, например, информационный продукт, чем интересен сегодняшний мир Молдовы? Тем, что зрители дефилируют по телеканалам, зная, в общем-то, сетку вещей, они смотрят. Я еще работая на телеканале NIT, разговаривал со зрительницей, которая говорила, вот я смотрю про ТВ, чтобы знать, как они думают. И нормально? Да, смотрю. И потом человек сопоставляет и делает сам свои выводы? Чтобы знать, например, как думаете вы. И принимая, в общем-то, свое решение. Так вот, люди должны знать, что после принятия этого закона они будут лишены такой возможности. Лишены. То есть люди должны превратиться просто в роботов, послушных роботов, которые будут проглатывать, как, знаете, говорят у людей, у медиков есть такое выражение, человек-овощь. Который ничего не понимает, не слышит, может быть и видит, но не осознает. Вот этот закон хочет превратить все население, вот такое население овощей. Можно ли это терпеть? Ну, нет, конечно, возникает вопрос, ведь, знаете, превращается целая страна в площадку для экспериментов. В данном случае, вот я знаю, например, есть эксперименты на медицинском уровне, сегодня эксперименты на медийном уровне. Вот возникает еще такой вопрос. Ведь, смотрите, в этой формулировке говорится о том, что, то есть применяется такая синтагма или такое выражение, как информационная безопасность, безопасность государства. Опять же, что это такое? Опять же, вот я хотел узнать, что такое? Чем здесь информационные потоки или получение информации является подрывом информационной безопасности нашей страны? Ведь я позволю себе закончить мысль, ведь, не дай бог, конечно, ни сегодня, ни завтра будут приходить люди в офис и спрашивают, так, а у вас вот на столе компьютер, планшет, а включите мне его, посмотрите, что вы там смотрите? Или придут домой, знаете, ладно, там описывали когда-то холодильники, да, а сейчас будут описывать гаджеты, например, того, или контролировать, например, того, какой информационный поток заходит в ту или иную семью. Ведь так можно доиграться до таких страшных вещей. Стать примером, пугалом для всего мира. Да, это, конечно, смешно, если бы не было так грустно от того, что может быть и к чему они, собственно говоря, стремятся. Ведь в конечном итоге, ну вот посмотрите, к чему это может привести, допустим, для подрастающего поколения? Это их в том числе цель. Зомбирование. Зомбирование, при этом под информационную безопасность, при наличии четкой формулевки, можно подвести все, что угодно. Мы сегодня им задавали вопрос. Кстати говоря, даже не только мы, а в том числе один из тех, кто проголосовал. Задал вопрос. Слушайте, ну типа палочку-выручалочка им подсунул. Подумайте, вот тут надо бы поправить этот закон, потому что вы дали одно определение информационной безопасности. А в парламенте есть еще один закон, которым предполагается утвердить стратегию информационной безопасности республики. Стратегию информационной безопасности, которая включает в себя более широкие понятия. Это и кибербезопасность в том числе, и так далее, и так далее. И он говорит, ну они же, так сказать, не соответствуют одному другому. А, ничего страшного, мы потом разберемся. И даже не стали его слушать, даже не стали изменять в этом смысле закон. Но ведь тут, смотрите, вступит в силу этот закон другой, о стратегии информационной безопасности. И надо будет, что? Тогда чем руководствоваться? Какими из этих законопроектов? Какими из этих законопроектов? Еще один момент очень, ну безобразный, скажем так. Ведь посмотрите, в 16-м году, в прошлом году летом, в июле месяце, был проведен круглый стол. К тому времени у нас уже был подобный проект закона, который был внесен еще в 15-м году. Были проведены экспертизы, и на основании этих экспертиз был проведен круглый стол. Проводил этот круглый стол сам правящий альянс, само большинство. Они понадеялись, что решили все вопросы, эксперты приедут, значит, с удобными для них заключениями. Они приехали совершенно с другими заключениями. Они приехали с заключениями о том, что подобного рода ограничения, потому что абсолютно слово в слово были такие же ограничения. Подобного рода ограничения, они не есть инструмент демократичности. Потому что любой запрет, а тем более, когда он по вкусовым понятиям, особенно политическим вкусовым понятиям, вводится, он, естественно, является нарушением прав человека, права на доступ к информации. И поэтому не может быть признан демократичным. Наоборот, в этих условиях, когда есть в том числе и какая-то ненравящаяся кому-то пропаганда, необходимо дать возможность человеку разобраться. Улучшите качество своих программ, будьте более убедительны, более фактурными, и тогда все окей будет. Но ведь поскольку нет этой фактуры, поэтому приходится так действовать. Так вот тогда, в 2016 году, демократы убрали вообще этот проект из повестки дня, отозван был, и это положение не решилось тогда в выставительном голосовании. А сегодня нет, надо. Я думаю, что в том числе это связано с тем, что приближаются выборы. Да, тут уже понятно, мы провели такие параллели в визит в США, такое скоростное принятие этого закона. Вы отчасти ответили на вопрос относительно того, как затрагивает права человека, потому что практически это нарушение фундаментальных прав человека. Это получение доступа к информации, то, что нам дает возможность отчасти не просто чувствовать, а считать себя свободным. Потому что в данном случае мы опираемся на самые разные потоки информации, принимаем то решение, которое считаем необходимым для себя и важным для себя. Именно поэтому комиссия «Наша парламентская по правам человека» дала отрицательное заключение. Абсолютным большинством голосов членов комиссии дали отрицательное заключение. И мы сослались не на политическую какую-то составляющую этого проекта, а мы сослались на мнение европейских экспертов, на конвенцию о правах человека, на все рекомендации Совета Европы и Европарламента, и ОБСЕ, которые сегодня существуют в этом аспекте. Ну вот, имеем то, что имеем. Права человека сегодня у нас в стране не приоритет. Средства массовой информации, свобода их, сегодня это не приоритет. Там, когда едут в Брюссель, докладывают, да мы делаем все возможное, все необходимое. Потому что несколько из этих понятий, о которых мы сейчас говорим, свобода средств массовой информации и соблюдение прав человека, является одними из тех 28 пунктов условий, которые выставил Европарламент Молдове вот сейчас. Буквально. Смотрите, исходы его нарушают. Да. Я не знаю, как они сейчас будут докладываться. Или они надеются на то, что те, у кого сейчас они находятся в гостях, надавят на Европу и заставят не видеть этого. Но ведь даже такой элементарный момент, как любое государство, которое действительно собирается уважать права человека, должно иметь национальный план по соблюдению прав человека. Вы знаете, что сегодня в Молдове нет такого плана. И не сегодня только. Его нет в Молдове, начиная с 2014 года. Предыдущий план завершился 2014 годом. Прошло уже три года. Только сейчас под давлением европейских структур, в том числе, кстати говоря, под давлением фракции партии социалистов и конкретно, не буду тут, сказать, лукавить, и конкретно нашей комиссии, правительство все-таки в срочном порядке что-то разработало. А вы знаете, как они его назвали? Нет, но просветить. Буквально неделю тому назад было утверждено наседание правительства. Вот сейчас он внесен на рассмотрение в парламент. А он называется национальный план по соблюдению прав человека на период 2017. Да? Уже возникает вопрос. Стоп! Под елочку, под Новый год положить. Уже год прошел. Они его назвали... Вот это еще один пример, показывающий, насколько в Молдове пытаются соблюдать права человека. Ведь элементы лицемерия своего рода помещали выполнить 28 условий. Тут же нарушили. Опять же, предполагают, что Вашингтон позволит себе давление на Брюссель, те, опять же, исходя, ну или основы, ну или, в общем-то, такое оценочное движение произведут. Это тоже подпадает под понятие лицемерия. Хорошо, ладно, этот продукт проехал, то есть этот пункт проехали. И еще одно подтверждение, на мой взгляд, лицемерное, так сказать, лицемерие в подходе к решению этого вопроса. Например, смотрите, телеканалы, которые аффилированы с Демократической партией, они ведь до этого дня включительные и дальше, я так понимаю, будут ретранслировать российский медийный продукт. И в этой ситуации, что... Развлекательный. Да, ну, развлекательный, но, например, прайм ретранслирует ОРТ. Там тоже есть программа информационно-аналитического характера. И получается, что до сегодняшнего дня они, так сказать, думали или считали, что это все нормально, а с сегодняшнего дня все, это оказывается нарушение информационной безопасности. Вот с этого дня вдруг пошло нарушение. Да, эти вопросы, кстати говоря, задавали сегодня в парламенте, в том числе некоторыми из тех, кто проголосовал этот проект. Это еще раз подтверждает, что даже среди тех, кто сегодня поднял руку, есть люди, которые не просто сомневались, а в душе были категорически против этого законопроекта. Но, как говорят, давление свою роль сыграло. И боязнь, и боязнь, трусость, просто-напросто трусость, я бы так это назвал. Ставили этот вопрос. А что будет? На это ни докладчик, ни тем более, ни автор, который представлял проект, ни докладчик профильная комиссия не смогли ответить, что дальше будет происходить. Я думаю, будет происходить то, что будут максимально увеличенные развлекательные программы, будут фильмы, будут футбольные репортажи и так далее. Они надеются, что вот этим, как бы, значит, есть такой же принцип хлеба и зрелищ. Да, понятно. Да, хлеба и зрелищ. Но сегодня население наше уже далеко не то, которое будет просто голодно хватать хлеба и зрелищ. Они хотят информацию. Они хотят разобраться, что творится в мире, что творится в той или иной стране. И на основании этого сделать вывод, а правильно ли все делается у нас. А ведь сегодня, чего они еще испугались? Ведь сегодня более 85% населения, последние опросы, говорят о том, что они уверены, что страна движется в неправильном направлении. И вот еще одно доказательство сегодняшнего заседания парламента получается, что, ведь смотрите, там вот этот опрос, о котором вы упомянули, как раз говорит о том, о предпочтениях наших сограждан, куда нам двигаться. Да, неправильно, но вот с кем бы хотелось строить свое будущее вообще? С Европейским союзом или странами на Востоке, то есть с Евразийским экономическим союзом? И здесь все очень четко, цифры говорят за себя. И получается, что политики в очередной раз решают за тех людей, которые когда-то их избирали. Я думаю, я не то, что думаю, я уверен, что эти политики, они так думают или так надеются на это. Но так не будет. Так не будет, потому что в конечном итоге, я еще раз говорю, население сегодня имеет достаточные возможности для доступа. Я не буду сейчас применять слово «правдивая информация», потому что каждый может увидеть свою правду, может услышать то, что он хочет услышать. Но в любом случае он захочет услышать все. Ну, я как человек военный всегда руководствуюсь правилом. Для того, чтобы принимать правильные решения, необходимо иметь полную информацию о том субъекте, по поводу которого ты хочешь принять решение. И только наличие полной информации позволит тебе выбрать то, что тебе необходимо для того, чтобы исправить то или иное положение. Принять то решение, которое необходимо не тебе, потому что ты принимаешь решение, политик особенно, а необходимо для этой страны, для этого народа. Вот этого пытаются, а не лишить народ. Но я думаю, что на ближайших выборах народ даст оценку и этому. Мы будем надеяться, что что-то поменяется в нашей стране к лучшему. Ожидание, ну, и как доказала история, народ Молдова достаточно терпелив. Но, тем не менее, мне очень приятно, что сегодняшняя публика телеканала, сегодняшний зритель, достаточно думающий народ. И это чувствуем по обратной связи, которая существует у нас со зрителями благодаря социальной сети. Потому что в сетях есть возможность обратиться к нам напрямую у телезрителей. Мы это неоднократно видели, чувствовали. И во время прямых эфиров, когда проводили вот в этой же студии прямую линию с президентом. И у нас на столах компьютеры, где все в это время видели, как с нами общаются телезрители. К сожалению, не все вопросы попадали, так сказать, в фокус внимания президента. Остальное потом передавалось ему лично. Но я хочу сказать, что вот по тем вопросам я прекрасно видел, что интересует людей механизм изменения жизни к лучшему. Интересовали способы того, как вернуть стране уверенность в том, что у нее есть будущее. Как вернуть гражданам страны уверенность, что они народ в государство, которое сумеет их защитить. Сегодня как раз мы видим обратное. Нас пытаются защитить от того, что на нас не нападает. Но не особо нападает, мне кажется, информационное пространство Российской Федерации или других 14 стран, которые не попали в этот список, в эту белую книгу. Не нападают они награждения. Кстати говоря, понимаете, они говорят, что вот мы хотим защитить молдавское государство от угроз и так далее. Но ведь есть же некоторые информационные каналы у наших соседей, я имею в виду Румынию в частности, или некоторые политические деятели из того государства, которые прямо проповедуют идею ликвидации молдавского государства. Более того, на молдавских телеканалах. Об этом и речь. Так вот спрашивается, а это что? Неинформационная безопасность. Они что, только в силу того, что они попали в список стран, которым разрешено, теперь они могут все, что угодно творить здесь, на нашем информационном поле? Вот к чему может привести этот закон, что вот все те, кто попал, они могут быть этими рупорами. Кстати говоря, скажите мне, пожалуйста, кто-то, вот мы задали вопрос, вы можете привести хоть один пример из стран старой Европы, Германия, Франция, Италия и так далее, где запрещены вещания, допустим, российских информационных каналов. Можете хоть один пример привести? Вот покраснели, глаза опустили и не могут, потому что нет таких примеров. Потому что там совершенно по-другому к этому относятся. Именно поэтому европейцы и дали такое отрицательное заключение этому проекту. Понимаю, но будем надеяться, что этот законопроект, наверное, как-то не дойдет до финала. Надежда, конечно, умирает последней, но тем не менее, существовать в меняющейся практике журналистам приходится уже давно. Ведь меняются правила игры, а часто они меняются во время игры, и приходится прямо на ходу перестраивать работу коллективов. И я вот вижу во всем этом еще определенное, знаете, наступление на сам факт существования журналистики. Потому что, смотрите, да, вписали, сделали черный список государств, которые не подключились к этой трансграничной конвенции. Точнее, сделали белый, маленький, все остальные уже черные списки. Но ведь можно предположить смело сегодня, что последует и следующий шаг. Что их ограничить в том, чтобы, например, вдруг не разделить на черных и белых внутренний информационный продукт. То есть те, кто правильно разговаривает в телевизоре, ну не знаю, в силу, так сказать, своей какой-то там биографии, или может быть там посадки, тут уже какие-то критерии будут выявлены, нам, так сказать, сие неизвестно. Но тем не менее, ведь это же тоже может случиться. Попытки уже есть, вы же знаете прекрасно, запрещают на каналах, или в том случае, когда идет передача на русском языке, запрещают применять названия географические в их историческом названии. Да, то есть пытаются, ну я знаю, о чем идет речь, потому что мы регулярно воюем с телезрителем под именем Константин. Ну, ну, вот он получается единственный, кто... Кстати, я не знаю, если у меня еще есть немножечко времени, я хотел бы обратить уже внимание и с точки зрения того, что у меня не просто комиссия по правам человека, но и комиссия по межэтническим отношениям. Я думаю, что этот проект закона фактически направлен в том числе и против национальных меньшинств, для которых русский язык является в соответствии с законом, языком межнационального общения. И, кстати, именно поэтому я не удивился абсолютно то есть жесткой реакции, которая прозвучала сегодня со стороны Башкана Гагаузии. Она ведь четко сказала, я не знаю, кто как, но у нас в Гагаузии информационные каналы на русском языке все равно дальше будут транслироваться, потому что сегодня население Гагаузии вообще не имеет, тогда будет, не иметь будет доступа к информации. Вы создали такую ситуацию? Вы не обеспечивали, чтобы лица из числа представителей национальных меньшинств изучили государственный язык? Это фактически вторая как бы волна повторения того, что произошло в 89-м году. В 89-м году, когда был принят закон о функционировании языков, тогда началось очень жесткое противостояние между лицами, которые не владеют государственным языком, молдавским языком и теми, кто владеет. Они что сейчас хотят снова спровоцировать? Владимир Иванович, огромное спасибо за этот разговор. Я думаю, что и зрителям было интересно, и наверняка мы с удовольствием адресуем вам очередное приглашение в нашу студию, посидеть и поговорить, и разобраться в том, что происходит на парламентской, и не только площадке, потому что за кулисью возможность заглянуть за механизм принятия решения, раскрыть конву вот этих вот событий, дает возможность правильно оценить, понять и, наверное, выбрать самому человеку, вот на какой стороне он находится. Я тоже вам благодарен, в том числе и за сегодняшнюю передачу, и за то, что будут последующие приглашения. Конечно, хотелось бы, чтобы это была тема с каким-то более мажорным, с каким-то более оптимистичным и содержанием, и завершением. Но сегодня нам нужно быть, к сожалению, больше пессимистами. А мы знаем, кто такой пессимист. Это хорошо информированный оптимист. Так вот, этот пессимизм мы должны, давайте прямо скажем, уничтожать своими собственными руками, своими действиями, своими голосами. Поэтому у нас впереди есть такая возможность. И передам благодарность наших телезрителей за то, что вот ваша фракция приняла решение выступать на заседании парламента на русском языке. Это прибавит зрителям, в частности, телеканалу Акчин ТВ, потому что мы эти заседания ретранслируем в прямом эфире нашего телеканала. В четверг и в пятницу, когда они проходят. Спасибо вам. Всего доброго. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был глава парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир Сурканов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова